доброе утро мои дорогие такое по моим меркам раннее утро я хочу попасть на почту к открытию она работает с 8 часов оставила ребят спящих переживаю конечно вдруг саша проснется раньше не дай бог чем-то натворит ну будем надеяться что все обойдется эти дети ну чё денёчек хороший обещает быть он там самолеты что летят ага два самолета след в небе не знаю очень не хвалят почту я почитал отзывы раньше-то у меня дани все время отправлял мне посылки ну честно говоря не то что не хвалят ругают почему я хвалю все время в черноморской почту девчонки золотые вот на материке что мурманске вечно проблемы какие-то посмотрим что сейчас будет знаете как это самое говорят в россии две беды дураки и дороги а я считаю три еще и почта россии кстати напишите может быть у кого-то хорошая почта вот она есть люди которых это не касается а когда постоянно на почту приходится обращаться ну вот уже автобус ушел мой постоянно когда обращаешься и прям очень видно разницу уже не дождусь я когда взять вернется да анечка приезжай скорее хочется съездить куда-то а без него никак ну вот теперь интересно ну утром ты должна автобусы почаще ходить я так думаю музыка из машины такие водители я все время смеюсь из-за угла сначала музыка появляется потом машина прям движуха с утра такая я же редко выхожу на улицу в такое время-то мы же обычно пока спим пока встанем пока куда-нибудь поедем тут вона ну ладно ну вот я и добралась да ну тут недалеко через мост проехать это почта мне там еще что-то какая-то запись не знаю сейчас посмотрим уже открылась по идее ну что мои дорогие пять минут вот не всегда совпадают отзывы с тем что есть на самом деле так а как мне еще теперь а где-то остановка в обратную сторону так все отправила ларисе где где мне перейти то а вон там переход а остановка где в общем ладно найдем остановку вот вот теперь с белоруссию цены на отправку ой 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 около трех тысяч рублей мало того девочка мне говорит это не все так просто там нужно куча документов там нужно кучу документов НДФЛ и там в общем боже ты мой я помню отправляла во Францию раньше было все гораздо проще так влезла умный в гору не пойдет блин пойду обходить наверное или попробовать все таки преодолеть обидно конечно обидно в общем короче говоря мои дорогие моя просьба остается в силе буду очень благодарна если кто-нибудь кто ездит в Беларусь мне об этом сообщит и я как-нибудь передам вам а то маленький пакетик может быть довезете ну вот четыре года назад мы так на Украину отправляли тоже разыгрывали разыгрывали мы тогда мисочку керамическую Алинка делала и вот мужчине передавали вот так но все таки к Черноморску Украина ближе и тогда ездили туда-сюда люди им же в Крыму крымчанам оставили паспорта украинские и мотались народ и за товарами и к родственникам было попроще нашлись люди вот буду надеяться что и сейчас люди добрые найдутся помогите пожалуйста кто ездит за женщину обидно она выиграла а получить ну как да и знаете почти три тысячи за посылку отдавать ну ну это ну прям ну совсем ни в какие ворота ну правда же в общем вот так вот ну ладно я сейчас автобуса дождусь и поеду тут что-то ремонты на дорогах всякое разное пылище стоит ну очень быстро молодцы а то прям читала там и хамство и там по записи и что-то зашла взяла вот этот в автомате талончик на отправку и все ну только просто почему-то дороже чем из Крыма подороже обычно у меня там из Крыма я отправляю такие бандерольки около 300 рублей ну вот по центральной России тут 400 ну ладно бог с ним вот такое у меня утро рыбки мои ну что вот я хочу сказать езжу я же на общественном транспорте тут в Мурманске лучше уходят общественный транспорт в Мурманске прям один за одним а тут подождать приходится прилично спальные районы не знаю сейчас зайду в магазин не могу купить мне нужно две как сказать два таких салатничка пластиковых и фужер хотела у Саши забрать но у нее дорогие такие подаренные Дане на работе на Новый год такие знаете из двойного стекла из тонкого а я же клеем-то испоганю и в фикс-прайсе нет ничего подходящего надо зайти что здесь магнит что ли магнит я надеюсь что мои пацаны хулиганистые может еще спят вчера спать поздновато легли мы что успею я собак собак такой вот это Ладога называется улица Кржижановского Сашке так нравится вот говорить эту улицу он запомнил эти остановки и все время говорит Кржижановского дом 3 и Кржижановского дом 5 ой эти ступеньки как они мне дороги тишина еще закрыто все вот этот магазин да не детский и цены там не детские так так а тут что а вот фарш мироторговский так ясно а то родители мне покупай мироторговский фарш то да все я говорю нет в реале у нас мироторговского пятерочку я говорю в пятерочку ехать надо и таскать эти сумки далеко пятерочка у нас нет рядом пятерочки вот а вот есть магните оказывается так ну че кужер я найду с миской нет с пластиковой пока нет он покупал его себе вот такие ну че в результате расчуяли мои внуки и все у меня погрызали надо взять еще так че то че то я хотела посмотреть еще так 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 вот вот это ну че купила муки да сигарет ай сашке еще десерт сейчас на утречко вон дома наши ну нету понимаете уже иду чуть под машину не попала аж матом заругалась че хотела сказать и забыла нет фужеров надо сходить на второй этаж в реале там посуда есть может там есть стекло недорогое надо там не один фужерчик вот а миски есть пластиковые вот такой формы которые мне надо но они стоят почти по 200 рублей ну что мне вот это отдать 400 рублей чтобы снять видео и чтобы за это видео мне в Яндексе вот за они заплатили 20 рублей ну это нормально я уже и так столько денег выкинула ради этих видео от которых толку нет никакого решила что не буду завтра буду отправлять с Татьянином подруги моей сыном все что я наделала за это время куда это все девать а это все деньги алло вообще это уже девять почему то закрыта аптека а мне нужен мизин 20 тысяч единиц у меня саня поспал проснулся я говорю санька поехали мы в лондон и вот поехали в лондон на бесплатной маршрутке вот ехали они вдвоем сейчас вот люди заходят сегодня так жарко было сейчас хоть уже полегче к вечеру так хоть церковь эту поближе снять а то я все время ее издалека снимаю ну не знаю вот людям которые за ней живут наверное не очень весело смотреть в стену ой человека муравейники ужас нет я не хочу жить в таком доме слушайте тут ехать буквально наверное 4 минуты не знаю такая слышимость вот это какая-то коридорная система как в общаге в какой-то у Сашки вот что она живет у нее хоть квартира ну такая хорошая планировка а вот в этой что мы живем господи та же хрущевка только кухня побольше немножко слышно просто стол двигают наверху все слышно я уже ребят задрала потише не роняйте нет ой вот приехали я в Леруа хотела сходить мы в тот раз были здания он сказал денег нет и все и мы не пошли ничего смотреть а сейчас сходим посмотрим что там красивого есть ну тебе одни аттракционы понятно нет мы сначала зайдем в магазин с тобой потом посмотрим ладно пойдем поглядим что там есть интересненько он я уже смотрю какие кашпо интересные сейчас посмотрим какие бонсай а вот такой вот интересно если посадить у меня там в Крыму а ну даже суккулент будет расти наверное да вот какие цветочки кактусенки в магните они по 102 рубля коктусенки так пойдем Сашуль ну все моя стихия пошла часы какие так что у нас тут ходи сосмотри я уже себе искусственных цветов понакупила о какая мордочка свеча такая в гипсовой вазочке растение фото рамка на металлической подставке а кстати а у меня разбитые языки и зеркало тоже можно сделать рамку так ну смотрите как просто ну взял вазу покрасился золотой краской все да так руками не трогай пожалуйста ты у нас парень руки у тебя золотые тоже часы 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 рамочек много всяких всяких рамочек постеры они меня быстро надоедают я их потом перемазываю перекрашиваю не знаю как у людей годами висят ну вот это вот сделать ну как нехрен делать ну оно стоит надо сделать похоже на данте ну данте же не мопс Саш ну что ты что ты его все мопсом обзываешь какой же он мопс карта так самоклейка надо кстати посмотреть вот а тут уже стекло так давно я не занималась картинами а он сейчас увидела вот это вот давно что-то не баловалась я так пойдем Сашуль туда что-то тут мало я думаю тут много ну в общем короче говоря чуть ничего тут интересного нет ага цены я когда-то привозила вот таких из Болгарии только меньше на работу их принесла у меня их сперли ну тогда их было не купить в России ни в каком виде вешалок сколько вот эти корзиночки они вообще хорошие от маленьких до больших были побольше а так они такие мягенькие удобненькие вот как у меня дома такая корзина только без дырок а это выглядит как детская сумка сколько зеркал с подсветкой полстены ой тут если вот это все показывать ходить с ума сойдешь сколько сколько всего для ванной комнаты сколько всего тоже какие-то сумки всякие корзины для белья самой сшить нефиг делать все эти корзины для белья а вон они вон они сушилка из бамбука за 4000 не хотите потом расслоится и развалится вот это металлические всякие штучечки коробчики которые я люблю оплетать обшивать ну вот представляете вот ходим ходим и чтобы вот увидеть такое фикс прайс только цены разные вот так везде чего не ткнись ну вот горышок такое увидала и так захотелось как у меня это обычно бывает для туалетной бумаги напольной не знаю кушать надо меньше и меньше туалетной бумаги надо будет сашка на педаль нажимай пойдем зай пойдем дальше много всего но как-то куврики эти а это поручни будь здоров спасибо спасибо венник гляньте какой бамбуковый банный ничего себе таким нахлестают если мало не покажется соль да похоже на кристаллы соль так она и есть кристалл всякое для ванны для бани бомбочки бомбочки в воду кидать да на вот Саня пин чесать не надо у меня есть такая дома не надо в общем короче говоря как пойдем зачем назад то нам мы сейчас на выход идем с тобой унитазы так у вас дома такие у вас дома такие унитазы унитазы ну это самое пойдем веревку мне не надо у меня веревка у меня есть пока так дверь железная давай давай сейчас воткнуться в палец потом будет больно будешь выдергивать не надо иголки трогать ну вот такие же сыпыляйте и курс какой помните все с ума сходили у всех дома были у всех так это вот таня невестка купила такой в том году в крыму черный все умирают по орхидеям их терпеть не могу не знаю они мне почему-то напоминают искусственные цветы не люблю я их а зато я кактусы люблю чё это ты поешь там парень зашли в пятерочку сами не знаем зачем купили бананчиков мне нужны две пластиковые миски одинаковые и фужер один ничего не вижу подобного нигде я я уже готова на пластиковый фужер на обычный нет не знаю везде только тарелки и стаканы куда куда ты нет нет ты еще сегодня не заслужил сладкого устроил мне сегодня в обед решил что это что он бабушку возьмет из мором не буду суп есть награде богу и не ешь миленькая кто тебя заставляет иди спать так люк голодный он постоянно пытается меня принизить как-то доказать что он главный но со мной это ведь не проходит такое дело ничего проснулся как тарелку наверну я и заметить не успела ну вот нету фужеров одни стаканы ну-ка тут что это стопки на ножки ну что ж такое вот хорошая вещь биоразлагаемые контейнеры вот эти тарелки контейнеры и вилки тоже да и вилки тоже с ложками вот это правильно ну надо же сходить с рыбами поздороваться он же считает что они тут живут и что это все те рыбы с которыми он здоровался с которыми он здоровался раки 1500 карп 400 рублей кто живут что они делают живут видишь шевелятся ползают ползают их да не один два только они что-то ползают вижу вижу а вот еще один не их как говорить надо не еще ну здесь а то это а а то еще 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 ха 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 ха